всем привет ребят с вами ремонтяж пришла посылочка с китая материнская плата очень спорная дело в том что это подделка под подделку под хуанан то есть вот такая многоходовочка то есть есть у нас хуанан 249 привычная всем уже плата в принципе под нее потом была подделка с надписями plex hd под которой была надпись кукете то есть это подделка под подделку а это подделка на эту подделку то есть у нее нет маркировки на радиаторах и стоит она пять тысяч сто рублей шла реально долго что-то так противно я уже привык что с китая все доходит за дней 15 там 18 она заказана была еще до китайского нового года то есть и отправили сразу но ползла на короче что-то там 35 дней да ладно на руками открываться неплохо ну благо она пришла хотя бы в коробке а то кто помнит не так давно заказывал пару плат очень дешевых и они пришли просто тупо в пакете там половина пинов погнулась здесь вот такая вот коробочка блин прикольно такого я еще не видел настолько она унифицированы с модным 3d шрифтом прямо вот прям как в дорогих голливудских мультиках там графика где за миллионы долларов вот здесь вот примерно такой же уровень ну явно унификация то есть под все подряд она наверно подходит и так понимаю называется материнская брата плата просто нам модель x79 т вот вот такая вот она лга 2011 до соки то есть 2011 так открываем ну вот с виду так вообще просто опачки а чё тут интересно и интересно так хорошо сначала комплект глянем есть один sata кабель красненький с фиксаторами есть задняя панель очка ничего особенного не поняла где переходное кольцо не понял а у прикольно слушайте уже вижу одно отличие от 249 и у нее крепление кулером оригинальное для сокета 2011 то есть нету переходной пластины с 366 под м2 вот есть оригинальная 2011 на самом деле это по моему самая выгодная покупка теоретически если она нормально сейчас мы кажется будем проверять тестировать вот но 5100 рублей реально то есть четырехканал разгон nvme типа да еще и крепление 2011 который естественно более надежная но пока что прям удивительно вот в таком вот пакете на самом деле кстати я не знаю я то ее брал за 5100 но вероятно она подорожала то есть сейчас все равно в любом случае цена то меняется так ну первое впечатление прям честно говоря вообще никого отличия от хуана на нет то есть в принципе ну правда вот смотрю конденсаторы вот эти вот которые твердотельные они черного цвета обычно они бывают такие беленькие а вот здесь вот беленькие интересно и интересно но питальник по строению по расположению элементов то же самое да вообще в принципе она повторяет суть как вот эта материнская плата кукете было точнее plex hd вот они вам эти кнопочки только они немножко отличаются у тех пол по моему металлические вот эти вот сами кнопочки здесь они пластиковые то есть кнопки reset и power switch прямо на плате это очень удобно вот далее датчик посткодов есть есть питание дополнительно для пися экспресс вот возможно где-то пригодится на каких-нибудь там rx 460 у которых бывали некоторые глюки из-за нехватки питания по пися экспрессу так далее юсби передняя панель и есть у нас юсби 20 юсби 30 передняя панель так вентиляторы раз-два ну вроде больше не вижу то есть три разъема под вентилятор опять же то же самое sata 3 скорее всего тут будет два вот эти зелененькие хотя интересно они подписаны sata 2 sata 3 и стрелочка все сюда разбирайся как хочешь ну ладно это проверить то недолго так подписано прямо nvme pc экспресс gen 3 x4 то есть по идее полноценный полноценный nvme вот это тоже неплохо хотя по идее но мы за чипсета же зависит а ну да здесь линия это чипсета значит они действительно вся экспресс ген-3 потому что процессор к примеру у меня же был час ген-2 ну смысле в господине ген-2 sandy bridge а там у него линия вся экспресс ген-2 на вот такие дела так ну 4 плашки папа под память 4 слота вот здесь радиатор все то же самое в принципе хороший массивный радиатор в принципе чего тут еще да ничего примечательно блин это реально это та же самая кукете вот здесь вот есть наклеечка очень мило как думаете заглянуть туда блин а так наклеена хорошо ну ладно я здесь подковырну по-моему тут нет вы знаете под ней ничего нет даже обидно и вернем назад пока не поздно под наклейкой ничего нет нет я просто ждал что он тоже будет кукете написано чего не такое нет но здесь все на татарском то есть сорян я его не очень знаю 50 экспресс у нас три слота распаяны они полностью но естественно работать будут они в зависимости от линий в процессора но это у нас хи дт-2011 там по-моему блин хоть убейте я не помню но не принципиально там помощь 40 ли не дачу такое не суть все равно только сумасшедшие будут ставить в crossfire или высылай написано кстати что есть и ссылай то вы удивительно плата за 5000 и по сути тот же самый хуанан хуанан сейчас я насколько знаю стоит около 7 там где-то 6 700 вот так вот то есть если в принципе это будет все то же самое если на нее встанет bios разгонный или может она вообще умудрится из коробки разгонять были ну тупо победа вот но для начала надо вообще узнать она все ли у него работает все ли слоты памяти там нет никаких проблем ну в общем вот так вот может быть кому то интересно будет поближе что-то увидеть вот задние задняя панель у нас ну так же есть usb 3 вот они скорее всего синеньким выделены lan звук типичный скорее всего 7 канал до 71 у него но он как бы ничего примечательного не супер хороший тут еще кстати одна важная вещь кто помнит пришла память плекс hd когда еще она пришла уже не знаю сколько ну давненько я и не мог проверить потому что он ни одной материнки 2011 не было вот поэтому заодно мы сейчас проверим вот эту плекс hd 1300 вот но на разгон сейчас не буду проверять время нету так процессор у нас будет так это сюда не подойдет это тоже судя по размеру не отсюда вот это вот явно подойдет это у нас 2609 во кстати 2609 помните который 4 ядерный без гипер трейдинга что-то по моему рублей 800 или 900 дешевая затычка например типа под апгрейд но на самом деле в любом случае гораздо разумнее взять какой-нибудь 26 там чего-нибудь 40 там да я не знаю вряд ли они намного дороже но это уже все-таки намного интереснее решение будет так ну давайте попробуем включить и и короче так в общем я поставил другой процессор 2640 но прогнал вот с ним чисто тест чтобы посмотреть что действительно полноценный 4 канал все работает как видите вот 40 гигабайт пропускной способности у нас 1300 4 канал все как надо здесь работать чипсет попался q77 ну вот в данном случае это не не о чем не говорить все равно частота cp 2.5 то есть буст работает подождите а какой буст у него вообще стоки на секундочку что забыл да на всякий случай вот решил страста запустить все нормально буст работает то есть 2 и 8 по всем ядрам буст работает память 4 канал работает вот на разгон на раз так стоп на разгон еще надо проверить память это конечно интересно но просто естественно я не могу проверить по понятным причинам потому что у него заблокированный множитель датчики кстати но по крайней мере показывать не 150 градусов но тоже полный пиздеж они там просто чтобы были так сказать напряжение тоже показывать неправильно 2 вольта но вот по факту вот теперь и z показывает правильно то есть нагрузки один там и один доходит но для этого процессора это норма принципе вот ну и как бы соответственно будь там 2 вольта сами понимаете какие бы сейчас температуру были да и вообще просто бы отъехал муж давно а в общем попробовал я режимы 1866 1600 не работает то есть 1300 и больше она не гонится на этом биосе но вот но к моменту выхода ролика на основном канале я думаю либо я найду уже под нее bios на либо на кранях сам поправлю вот этот вот родной принципе делать станет трудно так ну и поэтому что можно сказать вроде как не говно вроде то же самое что хуанан но опять же дешевле но еще надо биос прошить что посмотреть как там будет шиться единственное у меня нет процессоров сейчас с разблокированным множителем да то есть у меня только двухтысячная серия поэтому я могу только память разогнать даже если биос новый поставлю в любом случае за эти деньги под недорогую систему я думаю будет вполне себе ничего так более подробные результаты тестов я уже расскажу в сборке когда она будет на основном канале но температуру замерю посмотрю как она себя поведет стресс-тест и так далее ну на сегодня у меня все с вами был ремонтяж всем берегите себя и своих близких и